Всем большой привет! Меня зовут Инесса Пирогова. Предлагаю вашему вниманию нежный, очень мягкий и просто тающий во рту тортик, в меру сладкий. Это настоящая палочка-выручалочка для тех, у кого отсутствует духовка. Очень быстро готовится, убедитесь в этом сами. Поскольку коржи готовятся очень быстро, сразу лучше сварить крем. В кастрюльку вливаем 500 миллилитров молока. Добавляем в него 2 яйца, 2 столовые ложки муки, стакан сахара и пакетик ванильного сахара или щепотку ванилина. Хорошо взбиваем венчиком и ставим на медленный огонь. Варим, помешивая до загустения. В горячий крем добавляем 200 граммов сливочного масла. Помешаем и накрываем крышкой, чтобы крем не остыл. Теперь приступаем к коржам. В миску выливаем банку сгущенки. Добавляем 1 яйцо и хорошо перемешиваем. Затем добавляем 1 чайную ложку соды, гашеной уксусом. И постепенно подсыпаем 450 граммов муки. Когда ложкой мешать станет трудно, тесто перекладываем на рабочую поверхность и замешиваем. Делим тесто на 8 равных частей. Раскатываем каждую в корж. И накалываем вилкой в нескольких местах. Разогреваем сковороду на среднем огне и начинаем печь. Коржи пекутся очень быстро, буквально 1 минуту. И сразу переворачиваем. Таким образом печем все 8 коржей. Затем берем тарелочку или крышку подходящего размера и обрезаем все коржи. Обрезки нам понадобятся для обсыпки торта. Начинаем смазывать коржи кремом. Смазываем обильно, не жалея крема. Крем у нас еще горяченький, тортик пропитается очень быстро. Затем верх торта и бока тоже хорошо смазываем. Обрезки коржей руками пекутся. Перетираем в крошку и добавляем измельченные орехи. У меня фундук и миндаль. Хорошо обсыпаем торт. Тортику даем постоять часок-другой и можно кушать. Вот такой тортик у нас получился. Очень вкусный и нежный. Готовьте, не пожалеете. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также рекомендую посмотреть другие рецепты на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok